Сегодняшняя наша лекция, это первая лекция из нашего небольшого курса по современному искусству. И сегодня мы будем, собственно, говорить о самых его началах. Вот кто был на прошлой лекции, вы помните, что мы говорили о том, что современное искусство это очень расплывчатое тяно, что в западном мире принято, по крайней мере, два определения, две эпохи, это модерн арт и контемпорарий арт. И вот этот самый модерн арт, о котором мы сегодня будем говорить, это явление уже, в общем-то, старенькое. Оно насчитывает больше полутора веков. Как вы все прекрасно знаете, первым направлением того современного искусства, которое модерн арт, которое модернизм, были, естественно, импрессионисты. Но помимо тех эстетических особенностей этого течения, можно назвать еще несколько явлений, которые подготовили появление современного искусства. И то, собственно говоря, что такое современное искусство, это не смена эстетик, потому что эстетики менялись очень много раз до этого. И, конечно, можно говорить, что смена между академической живописью и импрессионизмом, и между импрессионизмом и экспрессионизмом, была, в общем, примерно тем же самым, чем смена эстетики от барокко-фрофрофо, например, от рокотловского классицизма. Так, чтобы история искусства устроила так, чтобы в ней постоянно меняются стили, постоянно меняются эстетики, постоянно меняются идеологии. И что то, что произошло в середине XIX века, было просто еще одной сменой, в которых состоит история искусства. Но, как бы, все это так, но не совсем так, потому что иначе непонятно, откуда бы взялось первый раз в жизни понятие современное искусство. Откуда бы, может быть, надо задать себе вопрос о том, что же, собственно говоря, такое современность, и когда была изобретена современность. Современно мы сейчас привыкли к тому, что мы мыслим, что у нас есть настоящее прошлое и будущее. Но в культуре эти времена не всегда присутствовали. Прошлое, как мы его себе представляем, что было некое историческое прошлое, даже несколько исторических прошлых, абсолютно отличных от нашего настоящего времени. Это достаточно новый концепт. Будущее, что будущее будет не концом с лета, тысячелетним царствами Христа, например, а что будущее будет, опять-таки, какой-то совершенно другим временем, в котором будет по-другому жизнь, в котором будет другая технология, будет другой общественный строй, будет другая идеология и тому подобное, это тоже довольно новое все изобретение. Можно сказать, что прошлое, наверное, изобрели в культуре, изобрели в эпоху Возрождения, когда выяснилось, что раньше была античность, и что античность была другим временем, что античность не продолжает быть с нами, а что это другое время, которое оказалось, что его забыли, что оно в руинах, и что его нужно возродить, когда возникла потребность возрождать другое время, заодно и выяснилось, что это другое время кончилось. В Средневековье не могли возрождать античность, потому что античность как бы еще не кончилась, она была живой. Но при этом, когда в романтизме, как бы романтизм открывает готику, что готика это было, что в Средневековье это было не варварство, что готика это был не тот неправильный, уродливый стиль, на смену которому пришел Ренессанс, восстановивший классицистскую античную эстетику, а что у готики была своя эстетика, что это красиво, что это не варварство, что это не темные века, а что это своя эстетика. И романтики открывают красоту этой готики, потом появляется еще готический роман, когда вот это другое время тоже получает свое место в культуре, получает свою культурную мифологию. Вы, наверное, все помните классическую живопись того же Ренессанса, что она изображает. Она изображает как живопись, как европейская живопись занималась многие века, они изображают, например, античные сюжеты, они изображают евангельские сюжеты, библейские сюжеты, но персонажи этих картин никогда не носят исторические костюмы. То есть есть некий условный хитон, в который облачен Иисус Христос, в который облачены протагонисты, но это одежда, которая просто повторяет родневековый канон. Все остальные персонажи одеты в костюмы того времени, когда писалась картина. Гости на свадьбе в Кане Галилейской одеты по последней моде, Венеция XVI века, например. И в некоторых случаях у Караваджи, например, это выглядит вообще почти очень дерзко, когда Христос появляется в абсолютно современной римской харчерне, в современной того времени XVI века, в который люди выпивают, играют в карты, и происходит самая, что ни на есть, профанная современная жизнь. Это почти прием современного кино перенести все это во время. Но тогда это не было сознательным ходом, просто не было представления о том, что прошлое было абсолютно другим, нежели то время, которое сейчас. И, собственно говоря, не потому, что не было интересно прошлое, прошлое было очень интересно, потому что не была интересна современность, потому что современность не воспринималась как что-то, что однажды станет прошлым. Это просто некое время по умолчанию. Мы живем сейчас, мы носим одежду, мы едим, поэтому герои на картинах тоже носят одежду, едят, сидят на каких-то стульях, пользуются какой-то мебелью и живут в каких-то домах. Мы не будем изображать прошлое, мы просто изображаем, или современно, мы просто изображаем одежду, дома и миги, например. И когда возникает, например, такой феномен, тоже вам всем известный, малых голландцев, которые рисуют быт буржуатной среды XVII века, они тоже не рисуют современность, они рисуют повседневность. И есть различия между повседневностью и современностью. Повседневность – это то, что сейчас такое, это такие кубки, это такой хлеб, это такая посуда, это такая одежда. Но это совершенно не значит, что повседневность – это что-то приходящее, это что-то, что когда-то станет прошлым, что обладает некой уникальностью во времени. Будущее тоже достаточно позднее изобретение, первый роман о будущем в нашем понимании, научно-фантастического романа, о том, что однажды через тысячу лет, через двести лет люди будут летать по воздуху, пользоваться другими машинами, и заодно еще, например, будет другой политический строй и другое устройство мира, появляется в 1780 году, что это такое, это французский, во Франции, я не помню, к сожалению, автора, но это эпоха французских революций, это когда стало понятно, что строй политический может меняться, что эпохи могут меняться, и возникает идея об историческом будущем, не о будущем мистическом, не о будущем апокалипсисе, а о том, что будущее может быть другим, что может быть другая историческая эпоха, что может быть другой строй, что может быть другой образ жизни, что могут быть другие технологии. И если говорить об этой перспективе, то, наверное, современность изобретает, это самое позднее изобретение, современность изобретает как некое уникальное время, которое заслуживает своего внимания, своего описания, которое обладает своей красотой, отличной от красоты прошлого и красотой, которая, возможно, будет утращена в будущем, была изобретена в середине XIX века. XIX века – это действительно новая времена, это промышленная революция, это изменения большие социальные, экономические, о которых я вам не буду говорить, потому что про это читают лекторы, которые преподают другие предметы, я говорю, насколько это связано с искусством. И появляется в этом смысле программный текст, текст, который в каком-то смысле постулирует изобретение современности как эстетического феномена, это текст, заголовок которого вы видите на экране, замечательный французский поэт, эссеист, изобретатель декаданса еще, как считается, Шарль Бадлер, в 1859 году пишет эссе, которое называется «Художник современной жизни». Имейте в виду вполне конкретный художник, которого зовут Константин Ги, вы о нем никогда не слышали, никто о нем никогда не слышал, и слышали о нем только в связи с этим замечательным эссе Бадлера. Чем занимался Константин Ги? Он не был живописцем, он не был художником в том смысле, в котором тогда предполагалось, что такое художник. Он был иллюстратором журналов, он рисовал картинки для журналов мод, то есть он был иллюстратором тогдашнего глянца, потому что это тело журналов, которые потом станут называться глянцами. Его ценили современники, его ценили помимо Бадлера Теофель Готье, Нодар, то есть у него было очень много почитателей достаточно интеллектуальных, но сам этот человек никак в великие художники не рвался, он занимался тем, что он делал книжные иллюстрации, журнальные иллюстрации, моды, путешествия, светская хроника. В общем, контент журналов был примерно такой же, как сейчас, но иллюстрировались они не фотографиями, а графикой. Это нужно было рисовать. Это, опять-таки, не живопись, это графика. И почему Бадлер объявляет именно, поднимает на щит именно этого действительно был отличного рисовальщика, очень стильного человек, он видит в нем новый тип художника, и художника способного видеть современность. Бадлер, как и большинство модернистов, очень не любил не старое искусство, но современное искусство, которое не хочет быть современным. Он не любил академизм. О чем он пишет в этой статье? Что любые представления о прекрасном, любая красота, любое прекрасное всегда имеет двойную природу. На какую-то часть, неизвестно на какую, причем процент этих двух частей никогда неизвестен, на какую-то долю то, что нам кажется красивым, содержит вечную и неприходящую красоту, что-то, что всегда было прекрасным. Но это только половина красоты, это только половина наших представлений о прекрасном, потому что на вторую часть это красота временная, это красота настоящего момента, это красота, которая меняется, это то, что в мире представляет мода, но и то, что представляет мораль, потому что мораль тоже меняется. Это то, собственно говоря, что является эпохой. И восхищение эпохой – это красота, которая очень быстро становится старомодной. Над модами 20-летней давности все смеются. Но при этом это та красота, которая будет вызывать ностальгию. И это та красота, которую художник должен сохранить для будущего. И это то, чем занимались все великие художники прошлого, для которых берут за образец современные академисты. Но почему, говорит Балвер, современные академисты никогда не изображают людей в современных костюмах? Да, можно сколько угодно говорить, что современная одежда безобразна. Речь идет о середине 19-х века, когда одежда становится такой, как сейчас. Она утрачивает цвета, она утрачивает факторы. Когда у мужчин появляется что-то, что является аналогом современного мужского костюма, в общем, тогда подкормируется, во всяком случае, мужская мода современная, гораздо менее цветная, красочная, фактурная, чем мода возрождения или мода 18-го века. И мода, которую художники того времени считают безобразной, потому что рисовать человека в суртуке и в котелке некрасиво, лучше нарисовать его в трико и в бархатном плаще, например, или в античной токе. И Бабер этим очень возмущается, потому что он говорит, что у любой эпохи не только свои моды, но и свои выражения лиц, своя пластика, своя улыбка. И эта улыбка, и эти жесты идут современной одеждой. Нельзя рисовать только исторические сцены, потому что тогда от нашего времени ничего не останется, и другие эпохи не откроют для себя, каким же оно было красивым. То есть он призывает им говорить, что для того, чтобы передать эту современность, вот этот самый иллюстратор глянцевого журнала оказывается более тонким и способным это сделать, чем толпы академических живописцев. Более того, говорит он, как синге, он его называет инициалом, это совершенно другой тип человека. Что такое, как мы себе представляем, художник? Это человек, который сидит у себя в мастерской, не вылезая, который привязан к своей палитре, как к крепостной, к своему наделу земли, который он должен нарушать потом и возделывать. Это человек, который ничего не знает и ничем не интересуется. Это темный, некультурный, дремучий человек. После, еще в XIX веке, судя по всему, во Франции было выражение «глуп как художник». То есть это такой вот ремесленник. В Константинке абсолютная противоположность. Это блестящий человек, которого можно было бы назвать Дэнди. Любимая тема середины XIX века – понятие Дэнди. Потому что, как и Дэнди, он прекрасно ориентируется во времени, он чувствует ориентирующий стиль. Но только Дэнди принято полагается быть равнодушным, а этот человек преисполнен искренним любопытством к миру. Его можно было бы назвать светским человеком. Но, понимая слово «светский человек» как можно широко, человек света, человек мира, человек, которому все в мире интересно и который прекрасно знает наилучшие способы употребления этого мира. Я прошу прощения, я не видела этот текст на русском, то есть перелом достаточно вольно и достаточно сложно сформулировать это таким же прекрасным языком, как он это делал в Адляке-французском. Каким образом появляется новый художник, появляется вот этот самый художник современности, который уже не имеет. И вот этот самый темный ремесленник, влюбленный в прошлое, который прошлое фрешированных картинок или настоящее прошлое, а светский человек, чувствующий стиль современности. И не важно, что он не рисует великие битвы прошлого, и библейские сюжеты, и античную мифологию, а рисует барышень в модных корзах, в модных платьях. Это гораздо важнее, это гораздо не повторение. Возникает вот этот самый текст. Текст был, наверное, написан, как я уже сказала, в 1959 году, опубликован он был в 1963 году. В этом году происходит еще одно событие, с которого, собственно говоря, отчитывается история современного искусства, история модернизма. Это салон отверженных, который проходил в фарире в 1863 году. Что такое салон? Это такая выставка художественных достижений. У салона есть жюри, которая отбирает картину. Часть картин жюри не отбирают на выставку. Эти картины получают штаб рефюзе, отверженные, отказанные. И художникам, чьи картины не были выставлены на салоне, это несет просто прямой финансовый ущерб, потому что картины, которые не были выставлены на салоне, очень сложно продать. Соответственно, возникает большое количество художников, которые были отвергнуты, которые возмущаются этим, говорят, мы так не хотим, мы хотим устроить свой альтернативный салон, который будет называться салон отверженных. Этот салон, салон учреждается. Учреждается он не более, не менее, как с повеления императора Наполеона III. Разрешается он на самую высшую молнию. И собирает огромные толпы людей. Толпы туда ходят гораздо больше, чем на обычный салон. Журналисты, а это уже время, когда есть журналисты, когда есть пресса, когда есть критика. Именно журналистам и критикам мы будем обязаны названиями всех течений модернизма. Это не будут самые названия, это всегда названия придуманы прессы долгое время. Журналисты говорят, что на следующий год художники будут стараться, чтобы их картины не принимали на официальный салон, потому что на неофициальный салон отверженных ходят гораздо больше народу. Но люди, которые ходят на салон отверженных ходят туда поиздеваться. А то вы не знаете, как ходят на выставке показать пальцем, сказать, почему у тетки зеленые пятна на коже и сказать, я так тоже могу нарисовать. И главным скандалом этого салона является всем вам известная картина Эдуард Дамана «Завтрак на траве», которую просто разносят, подвергают цензури и считают самой скандальной. Что в ней скандального, как вы думаете? – Потому что женщина изображена не вроде как стилизованная богиня, но она совершенно простая женщина. – Тепло. Значит, голая женщина сама по себе – это то, из чего состоят все академические картины. Проблема в том, что голая женщина сидит с одетыми мужчинами, которые современные. – Это не богиня, это не нимфа на Парнасе, это женщина, абсолютно голая баба, которая сидит в парке здесь и сейчас. Очень странная картина. С одной стороны, это абсолютно издевательство над академизмом, с другой стороны, это почти сюрреализм уже. Знаете, вот сны такие всем снятся страшные что-то. Выходишь на улицу, вдруг обнаруживает что-то голое. Это действительно очень загадочная картина, потому что сюжет ее непонятен, она действительно сюрреалистическая, она действительно похожа на изображение сна. И, конечно, эта картина именно это вызывает скандал, не то что обнаженная женщина. Она не обнаженная, она голая, выясняется. И то, что это современность, то, что оказывается, то, что возникает вот эта самая современность, которая не должна быть темой для той самой академической картины, на которой могут быть обнаженные женщины. И я не буду сейчас рассказывать вам про Эдуарда Мане. У нас очень мало времени. Я не могу сделать тотальную абсурсию и живописную вторую половину XIX века. Но я хочу обратиться, напомнить вам еще одно его знаменитое произведение, Баффа Алибержер. Что здесь происходит, это тоже одна из главных картин в истории искусства. У нее есть два аналога. Это не моя идея. У нее есть два аналога. Это Менины Веласкеса и Явление Христа народу Александра Иванова. Потому что все эти три полотна построены таким образом, что публика, стоящая перед картиной, оказывается ее частью. У Александра Иванова публика, стоящая перед картиной, продолжает толпу, которой является Христос. Менины построены таким образом, что художник Веласкес смотрит на нас. Он рисует портрет зрителя. И только в зеркале на заднем плане видно, что на самом деле он рисует королевскую чету. Помните, это такое шингово-гружительное построение картины. Здесь эта барберша обслуживает нас. Это мы стоим перед стойкой. Это у нас она сейчас просит, что вы хотите. И вот это самое включение зрителя в картину. Это тоже некий момент современности. Как бы это по-разному не происходило в картине Мане, в ворочной картине и главной картине русского академизма и русского реализма. Это небольшое вступление по поводу современности. Еще один не очень значительный, но все равно занятный факт, что еще происходит у нас в 50-е годы. В 1819 веке тоже во Франции. В 1851 году выходит роман писателя Андрея до салона. Он уже 1851, 52-53, не важно. До салона не зависело. Который называется «Сцена из богемной жизни». Этот роман, как бы потом сюжет этого романа, будет положен в основу знаменитой оперы богемы. Почему? Почему я про него вспоминаю? Отнюдь не великое произведение литературу, читать его очень не нужно, по большому счёту. Но что интересно, появляется понятие богемы. Вот в этом романе постулируется понятие богемы. Это тоже французское изобретение. Богема по своему происхождению, что такое богемы, кто такие богемцы, это цыгане. То есть буквально на французском богема, буквально перевод, это цыганщина. Кто такие эти цыгане, у которых идёт речь? В романе Андрея Мюрда, вот вся эта классическая сентиментальная история, нищие поэты и музыканты, танцовщие в саргезетке, живущие на повестках концерта, одалживающие друг у друга деньги, продевающие последний франк, который очень пувшин вина, как пачкак Манмартра, ну или топящие камин мебель. Или как-то. Ну вот, то есть постулируется вот этот вот великий миф о богеме. Причём, что интересно, все эти самые герои, среди которых есть цифа, этот голос, и талия, ни про кого из них не говорится, что они рисуют, пишут, играют и так далее, что-то такое, что эстетически противоречит принятому канону. Они пока что ещё не авангардисты, они пока ещё не модернисты, они не бунтари эстетические, они просто неудачники, они не успешны, они не сознательно бунтуют, они просто не дают против канонов, они просто не достигли в них успеха. Но сама жизнь, которую они ведут, это некая абсолютно другая система ценностей, где важно ни богатство, ни престиж, ни успех, ни респектабельность, где важны мечты, где важно богемное братство, где важно высокие романтические мечтания. И возникает вот этот самый, как бы, в то время зарождается куль богемы, и возникает представление о художниках, о людях искусства, как о людях, представляющих некий альтернативный социальный ценностей. И этот миф о богеме очень живучий, и также будет очень важен для того, что такое, для понимания, для изобретения современного искусства, в котором художник – это всегда другой человек, это всегда некий носитель альтернативных социальных ценностей, альтернативного образа жизни. И это тоже такой немаловажный, не самый важный, но тем не менее интересный факт. Это что касается такого социального фона. Ну и, значит, вот на фоне этого всего у нас возникает инпрессионизм, возникает он, как бы, и становится важным, некие, как бы, немножко другие художники, чем более важны для этого. Вот, например, английский художник у Эльтерна, может быть, вы видели его в Куштинском музее, может быть, вы о нем слышали, художник, который, в каком-то смысле, считается таким первым авторгардистом в мире. Знаете, вот в Британии сейчас существует очень престижная премия, которая дает области современного искусства. Очень престижная, как букеровская премия, только в области искусства. И очень скандальная, потому что ее всегда дают каким-нибудь любым британским художником, которые делают что-то любиличное или провокационное. А когда дают тем, которые делают нормальное, спокойное искусство, то все говорят, что совсем тернеровская премия опустилась и такому скучному искусству. И только британцам? Только британцам. Да, это национальная премия, то есть художникам, работающим в Великобритании, которым любого пресхождения, но они, как бы, должны там найти работу. Не обязательно родиться там. Эта премия носит имя Тернера, потому что это главный британский авангардист, авангардист до авангарда. Я вам для примера, чтобы объяснить в данном случае, в чем разница между таким... У Тернера все научили, как бы, у Тернера был в таком смысле учителем импрессионистов. В 70-е годы был Моне, Бессаро и импрессионисты ездят в Лондон, видят там картину Тернера и, собственно говоря, начинают понимать, что они делают, каким должна быть новая жизнь. Вот у вас два полотна. Одно полотно – это полотно Айвазовского, естественно. Второе полотно – это полотно Тернера. Они современники, рисовали они, оба они очень любили марины, оба они очень любили удивительные годы, небеса и длинное природное феноменное посвящение. Вы видите, что картины эти, я специально подбирала по возможности похожие по композиции, по цвету картины, вы видите, насколько они разные, что у академиста по определению Айвазовского вода и корабль застывшие, его, как бы маэстре, в том, чтобы каждую капельку и каждый брызг остановить во времени и сделать такими вот хрустальными, застывшими, и чтобы вот все это можно было так вот повертеть и поставить, и сделать из этого предмета. Тернер, наоборот, рисует, как идет, у него картина вот как бы меняется в голову, практически в восприятии зрителя, и он рисует, собственно, как бы то, что у него позаимствовали импрессионисты, он рисует феномен самого зрения, это почти абстракция, он рисует, что каждое зрелище, будь это волны, будь это закат, будь это восход, невиданное. Существует тысячи закатов, но каждый закат невиданный, каждый закат визионерский, каждый закат почти мистический, каждый закат это то, чего мы никогда до этого не видели и чего мы не увидим никогда после. И тоже, как и все ангвардисты, до времени даже он получал кучу насмешек от современников, причем это был как бы художник, который был позитивистом, при том, что это выглядит таким достаточно галлюцинаторомом, это художник, который очень интересовался оптикой, физикой, и, собственно, во всеми точными науками того времени, которые исследовали феномен зрения, зрелища, цвета, химии, как изобретение новых красочных пигментов, например. И среди таких классических филиппик пресса того времени, которую писала про Терна, что непонятно, как это сделано. Он рисует не краской, он рисует, мы не знаем, чем он рисует, мыльной пеной, горчицей, шоколадом, как далее и тому подобное, и вот эта непонятность того, как это сделано, и того, что это сделано чем-то другим, нежели принято делать искусство, понятно, что уже во второй половине 20-го века будут художники, которые действительно будут рисовать маленькие пены, горчицы и шоколад. Тогда это была еще шутка. И еще один момент, он любил свои картины заканчивать своей републикой. Откуда понятие вернисаж? Это день, когда картины перед выставкой покрывают лаком, лакировкой, буквально это значение. Слово это лакировка, покрытие лаком. Вернисаж это тот день, когда зрители видят, как на картины буквально кладут последний штрих, последний мазок. Эта картина еще не закончена, эта картина еще почти не закончена. И Тернер действительно имел обыкновение дописывать картины в присутствии публики, делая из этого своего рода перформанс. И тоже очень важная история, одна из картин Тернера середины 19-го века, которая называется «Скорость пар и дым», если я не ошибаюсь, чем она, почему я ее вам показываю. Это картина, на которой изображен паровоз и дымы от паровоза. Что такое 19-го? Это первое футуристическое полотно, это первое полотно, не то чтобы воспевающее прогресс, но обнаруживающее, что есть абсолютно другая красота в технике, и что дымы могут стать не менее поэтическими и красивыми, чем облака, которые воспевало предыдущее искусство. Что происходит, почему еще 19-й век, это век рождения современности и современного искусства, это, видимо, время, в которое действительно на глазах менялся воздух в буквальном смысле этого слова. Была промышленная революция, появились дымы, появились и фабричные дымы, появились и железные дороги. Воздух изменился в самом буквальном смысле этого слова, появился другой свет. И вот этот самый меняющийся на глазах воздух и меняющуюся скорость восприятия, потому что еще был технический прогресс, то, как ты видишь мир из окна поезда, это совсем другая оптика, чем то, как ты видишь мир из окна карета. Или когда ты сверху скачешь на лошадь, это другая скорость, это другое восприятие мира. Ну и еще, как известно, появилась фотография, которая избавила художников от необходимости запечатлевать мир на века, как можно более жизнеподобно. Художники стали заниматься немножко другим делом, как я уже рассказывала, что парижские художники-импрессионисты побывали в Лондоне, который тогда был самым промышленным городом, где были пресловутые лондонские туманы, которых сейчас нету, и которые не были природными феноменами, а были феноменами много промышленных, это были промышленные дыны, которые сейчас уходят. Производство вынесли с пределы города, естественно, лондонские туманы исчезли. И туда, как бы, из Франции ездили посмотреть на современность. Есть такой замечательный роман уже в 1880-е годы, написанный Юйс Манса, наоборот. Это роман, описывающий такого библии декаданса, такой французский аналог портрета Дариана Грея, написанный за 5 лет до портрета Дариана Грея. Жизнь, а просто показательного декадента. Там ничего с ним, таких страшных вещей, как в Тариане, с ним не происходит, это просто такое достаточно спокойное жизнеописание. И там человек, который не знает, чем бы себя развлечь, который коллекционирует живопись книги, что-то, вот все время пытается чем-то себя развлечь и преодолеть скуль, поскольку главная проблема декадента – это то, что ему всегда скучно, и мир не может быть достаточно интересен для него. И в какой-то момент он собирается предпринять путешествие и поехать в Лондон, вот в этот самый некрасивый город, современный город. И он туда не доезжает, потому что приезжает на вокзал, и уже в этом дымах вокзала, в запахах, он получает то, зачем он собирался ехать в Лондон. Он это видит еще на вокзале и возвращается, это очень красивая сцена. Ну, собственно говоря, то полотно Тернера, которое влияло больше всего на импрессиониста, то, собственно говоря, оно и называется впечатление импрессии. Полотно, которое потом, вариация на которое, то есть постоянно писал, наверное, один из самых знаменитых импрессионистов, Плот Монет. Вот одна из версий этих самых импрессионистов. Как я уже, как будто, еще возвращаясь к техническому прогрессу и влиянию на современное искусство, есть еще одно небольшое изобретение, которое обусловило появление импрессионистов. Вот я тоже, что Тернер занималась, очень интересовался новыми красками, новыми красочными пигментами. И действительно индустрия производства красок делает в 19 веке большой скачок. Появляются краски в тюбиках, краски, которые не надо толочь и смешивать дома, которые промышленно изготовлены и запаяны в тюбик. Что нам это дает? Нам это дает возможность пленера. Дружник уже не сидит в мастер-клубе, может взять с собой подрамник, хвост, палитру, вот эту самую краску в тюбиках, на вынос портативную, и пойти рисовать природу, и пойти рисовать этюды с натуры, появляться на этюду с натурой. И это, соответственно, он начинает рисовать, как вот этот самый меняющийся воздух. Уже была эпоха, которая была в истории искусства, для которой было очень важно изображать движение. Это барокко, то есть эцистский, то есть ренессансный мир был более-менее статичным, застывшим в гармонии. Появляется барокко, который начинает представлять мир движения, мир в неустойчивом равновесии, мир, где кто-то так глубится, падает, летит и так далее и тому подобное. Но барокко рисовало движение в пространстве. Инфрессионизм начинает рисовать движение во времени. Это действительно, что изобретает Мане, это очень редко где в музеях можно увидеться. Он начинает рисовать серии. Он рисует один и тот же вид много раз при разном освещении. Вот вокзал Сан-Лазар, вот эти самые дымы, вот этот изменившийся воздух времени. мост в Лондоне, тоже лондонская башня, вот этот самый мост прислал, японский мост, который тоже может быть все время разным, который все время меняется. Ни один вид нельзя увидеть одинаковым. Руанский собор, практически с одного плана, да, знаете, вот потом фотографии делали бы такие, когда ставятся камеры и через каждые три часа делали неподвижно. Снимок делается через каждые три часа. Их можно практически анимировать. Вот это будет получить это изменение цвета. Стога, которых тоже много. Это очень-очень дорогой художник, поэтому очень-очень богатые музеи, большие, могут позволить себе представить его серии. Обычно же висит там один собор, одни стога. И вот когда первое, я только один раз видела, когда висит там большая серия в Чикагском институте искусства, и это выглядит вот как у Орхофф. Вариация, один и тот же сюжет, который вот в различных цветовых вариациях. Это действительно, когда вы понимаете, что Орхофф шел от Мане. Вот эту серийность по пластмам изобретает Мане, понятно, что это в Америке и выставили такие образы. То есть что такое Мане? Это действительно изображение времени в буквальном смысле, изображение того, как течет время, как меняется освещение, как течет воздух. И это картина, которая, конечно, не была узнаваемой. Это было то изображение реальности, которое современники не могли узнать. Потому что он рисовал не то, что мы думаем, что видим, а то, что мы на самом деле видим. Мы думаем, что небо синее. Но мы гораздо часто, чем синее небо, мы видим серое небо, черное небо, розовое небо, желтое небо и так далее. Но мы все равно считаем, что оно синее. Мы считаем, что трава зеленая, но желтую траву или голубую траву мы видим так же часто. Он рисует не то, что мы знаем, что мы должны увидеть, а то, что мы действительно видим. И это оказывается неузнаваемым, это оказывается почти шокирующим. Это может вызывать насмешки. И, конечно, очень важен сам акт видения. Он рисует не зрелище, а зрение, сам феномен зрения. Это очень реалистическое искусство, это позитивистское искусство, это почти физиологическое искусство, потому что они опираются на достижения науки, на оптику и медицину, на химию. И они рисуют картины. Что такое импрессия? Это не только впечатление, это отпечаток. Это буквально отпечаток на рукавице, на сетчатке. Это картина, которая не то, что существует во времени, она творится в настоящий момент. Она завершается в глазу зрителя. Вот эти самые краски, которые, в принципе, надо не смешивать краски на палитре, в принципе акрессионизма, а класть рядом контрастные цвета, чтобы они дали принцип дополнительных цветов. Чтобы получить зеленый, надо положить рядом мазок синий и мазок желтый. То есть когда этот зеленый, который получается в результате, существует не на полотне, он существует в глазу зрителя. Картина обретает свою завершенность в тот момент, когда она на нее смотрит. Она действительно существует в настоящем времени. И увидеть ее одинаково так же сложно, как увидеть один и тот же Ирванский собор, если смотреть на него при разных освещениях. Это, что касается... Вот Мане у нас рисует пейзажи, рисовал, он писал пейзажи. И там это ощущение, как меняется природа. Но, опять-таки, это современная жизнь, это новый тип, это новый персонаж. Прекрасный... Самый знаменитый был профессионист, и про всех нет возможности говорить. Новый персонаж. Вот эти самые балерины пресловутые, которых он рисует, не как портреты, а как некую толпу потрясающую. Закулисье. Скорее, это не... Я не очень хорошо знаю историю балета, но, судя по этим картинам, можно представить, что это отнюдь не такие... Эти балерины, которых рисует он, это отнюдь не такие возбужденные служительницы прекрасного, замуштрованные из Большого театра. Там есть физический труд, там есть пот, почти спортивная раздевалка, которую он рисует. Но это барышни полусвета, это барышни богемные, опять-таки. Это, как бы, он рисует их интимность. Барышни гораздо более... Барышни, эти балерины, которые у него рифмуются, с цирком, который он тоже очень любит, и со скачками. Такие вот, как бы, табуны таких этих женщин, таких молодых, тренирующихся, очень физичных, очень физиологических. Вторая любимая тема, когда скачки, опять-таки, некая абсолютно вот эта самая современность, вот эти люди в котелках, которые будут так же красивы, как и не менее интересны. Это то, о чём мы судим о том времени. И при этом, как бы, эти балеринки, которые почти женщины-бамп, которые очень похожи на персонажей, которых, как Харшантанов, которых потом будет рисовать Тулус Латрак, и которых рисует Дега, где тоже едут эти с бархотками, эти, как Харшантановы Дивы. И при этом вот это удивительное чудо, когда он рисует, как вот эти девочки, которых мы только что на соседней картине видели, тренирующиеся, подтягивающие на челки, в общем-то, в таких очень интимно-ботовом мире, как это превращается в зрелище. Потому что вот эти самые сцены театра, собственно, когда они оказываются на сцене, это совершенно призрачное зрелище, мистическое. И что тогда возникает вот это ощущение, что есть зрелище, и то, что его обеспечивают, что мир за кулисы, тот мир, который возникает на сцене, тоже абсолютно разные вещи. И так мир там спектаклей, мир представлений о него, вот этой магии тоже никто до Дега не рисовал. Так вот удивительный феномен почти миража, вот это вот зрелище, завороженности зрелищами. Опять-таки зрелищами достаточно массовыми. И тоже вот изобретение Дега, он первый делает такую удивительную скульптуру, в которых бронза, например, болевитка, ее настоящая лента в волосах, ее юбка сделана из настоящей ткани. Выглядит это даже сегодня, как бы очень сложно, как эту скульптуру видишь, очень сложно поверить, что это все-таки девятнадцатый век. Потому что тут вот смешанная техника, смешанные материалы, использованные в скульптуре, настоящих материалов, юбка не сделана из кронза, сделанной столбой, пачка из того, с чего это настоящая пачка, что в современности есть своя красота. Красота не повторима, это, наверное, самый идиллический из импрессионистов, присутствующих, для которого современный быт оказывается абсолютно идиллией, оказывается такой постаральной, что Парижский бульвар, может быть, не менее прекрасен, чем какие-то постаральные пастухи на полях. Очень долго живший художник, очень мучительно, до старости работавший, и есть потрясающие съемки документальных ренуаров, где он уже совсем старик, и он продолжает писать, и видно, что с него там астрит был, что ему кисть привязывают бинтом к руке, чтобы он мог ее зажать. И чем более, как бы, он, видимо, чем старше восстановился, тем, видно, эволюция происходит в его картинах. Из них, я тоже видела большую ретроспективу позднего ренуара, и там видно, как из этой живописи исчезают мужчины, что мир позднего ренуара – это мир, в котором есть только женщины и дети. которые он для себя создает, и в котором он спасается. Такая вот повседневность как идея, повседневность как рай. Но при этом рядом с этой эстетикой, изображение, с этой оптикой изображения повседневности, существует, например, вот такой вот художник, это очень примечательный персонаж. То есть так, и вот он был думком и меценатом импрессионистов, и покупал их работу, устраивал их мышцы, очень богатым человеком, с массой разных интересных хобби, он собирал монеты, он был основоположником мумизматики современной, как и все прочее, строил корабли, то есть отсутствовал работу, когда он был здравостроителем, промышленником, и писал картины. Очень странные, потому что, на первый взгляд, «Склющики Половы» – это почти бытовой реализм, почти передвижники. Но он рисует этих рабочих, этих пролетариев не для того, чтобы показать, как тяжела их жизнь, что они должны гордиться на тяжелой работе, это та, что показать, как они красивы, что в этом есть абсолютно другая красота, что в этом есть сексуальность, что в этом есть чувственность, что есть абсолютно другое изображение тела, и, опять-таки, абсолютно другая стилистика, это почти фотореализм. Самая знаменитая, одна из самых знаменитых работ это тот же Лид, те же Парижские бульвары – любимое место действия, импрессионистических полотен, но какая разница, какой контраст с тем, как это написал бы тот же Ренуар. Да, эта картина огромная, она вот раза в полтора больше этого экрана, во всю стену музейную, почти фреска. и она написана как гиперреализм, это уже фотография, это уже картина, в которой это забито настолько, вот эти образы, эта современность, настолько намертво забита, что она сохраняется как фотография, она сохраняется как фотореализм, и понятно, что то, с чего это рисовалось, уже исчезает. Очень сильная штука, да? А почему от импрессионизма он уходит обратно в такой реализм? А он не был импрессионистов, он с ними дружил, он их собирал, он любил их живопись, но сам он рисовал, он не уходит, это не обратно в реализм, это не академический реализм, это тот реализм, который будет реализмом 20 века. Просто как бы вся тенденция шла к репрессионизму, и все рисовали. Ну, он тоже рисует то же время, он тоже рисует современность, но он находит для нее какую-то оптику. И вот про оптику и про современность художник, как бы флантилист, круглый, репрессионист, которые рисуют современность вот так вот. Жорж Шикунтина. Сера. А? Сера. Вот. И как бы как картина, тоже огромная картина, нарисована флантилистской технике, очень странная картина, про которую современники воспринимали, как карикатуру, и как гротеск, потому что он рисует этих персонажей французского буржуазина, как такие почти куклы, манекены, гипсовые статуи, то есть они уже не перестают быть живыми людьми, они уже как бы совершенно застывшие, окаменевшие. Но сам Сера говорил, я хотел всего лишь создать современное подобие античного фриза. То есть это... Античного чего? Античного фриза. То есть современность, которую начинают видеть в перспективе уже некой старины, уже того, что однажды эта современность станет античностью, однажды это время станет мёртвым временем. Это как бы то, что касается истории об открытии современности. Как бы после импрессионизма, как известно, наступает постимпрессионизм, и там, как бы, как вы рассказали совокупность разных персонажей, да, но все вы знаете прекрасного. Ван Гога, первого билетера сумасшедшего гения в истории искусства, такого признанного сумасшедшего гения, потрясающего рисовальщика, потрясающего художника. Опять-таки надо знать, что тоже момент очень важный для искусства, для современного искусства. Современное искусство перестает быть европеецентрическим. Это мир, это момент, как бы, когда Европа все больше и больше узнает о существовании других культур, других стран, и возникают возможности путешествовать, которых не было раньше, да, возникают всемирные ярмарки, на которых можно увидеть там вышевых аборигенов каких-нибудь, что-нибудь еще, да, то есть возникает некое открытие мира и открытие других культур, в том числе и раньше казавшимся варварскими культур Дальнего Востока, Черной Африки и так далее и тому подобное. И импрессионисты, и постимпрессионисты, для них таким решительным было во влиянии было знакомство с японской гравюрой. Гравюрой, в которой нет, которая лишена перспективы, которая плоско снять, потому что я профессионист, по-моему, все прочее, отменил перспективу классическую, и в которой как бы сжила другая роль цвета, другая чувственность линии. Вот это замечательно, очень необычная картина Ван Гога, где он перерисовывает японскую гравюру, существующая японская гравюра, он как бы картина про картину, которую он просто перерисовывает, придумывая ей очень такое ёрническое название, это картина, гравюра, изображающая гейшу, которое, как его полотно Ван Гога называется французским словом, которое, мягко говоря, можно привести как шлюх, издевательства. И ощущение, как бы, такой вот гротескности этого пациента, что тут и Ван Гога, тоже это полотно, которое понятно, что Китай и Япония, понятно, что это не восточное искусство, но, тем не менее, как бы, очень разные истории, да, реализм, который оказывается гротеском, и происходит, как бы, то, что происходит смена, как бы, если эфессионисты были позитивистами, рисовавшими, то, как бы, мир, какой он есть, даже если мы думаем, что он другой, Ван Гог рисует, конечно, мир, абсолютно искаженный его восприятием, реальность, которая сходит с ума, реальность, которая гротескная, где даже самые повседневные вещи на глазах теряют свое очертание, где у комнаты двигаются стены и двигаются, судя по всему, в ней мебель, где все, как где земля и небо готовы, и здание готово встать на дыбы, и, как бы, вот, качается это самое знамение. Это, как бы, звездная ночь, в которой происходит, явно, какой-то апокалипсис, да, по крайней мере. То есть, как бы, та реальность, которую пытались предыдущие художники, упрессионисты, пытались запечатлеть, вот, какая она есть сейчас у нас на глазах складывается, тут у нас же и на глазах начинает разваливаться, рваться, губриться, завихряться и затерять свой привычный облик, и страшно представить, что там за ним окажется. Тоже не менее прекрасный художник, история про открытие елочки, вот художник, который ее действительно открыл, и избежал в него там, прекрасного строительства Таити, примитивного народа со своими страстями, да, вот, с отрезанными головами, помимо вот прекрасных туземок, да, причем мир, который он достал, вот эти прекрасные Тихоокеанские острова, это были жуткие колонии, где все эти же туземцы болели, да, где была эксплуатация, то есть достаточно страшный мир, как бы, из которого он создает вот этот самый мир о дикарях, о таком рай земном, незатронутом, языческом, незатронутом цивилизацией, как бы, и, при том, что, как бы, даже не менее, дело не в том, что он рисовал до этого, как он открыл Тихоокеанские острова, он точно такой же архаический мир вне времени находит в родной Французской Британии, это такой, как бы, регион Франции, кельтский, со своими верованиями, то есть, по которой тоже можно придумать миф о прекрасной архаике, который, вот, как ген до того, как, знаете, находит с тем же успехом, с тем же прекрасными картинами, находит Британия. И тоже очень важная история, что, как бы, только что у нас была, был опрессионизм про красоту современности, про красоту современной городской культуры, современной цивилизации, и тут же, как реакция, возникают поиски мира по ту сторону этой цивилизации, мира дикадивного, мира архаичного, мира вне незатронутого времени, и мира вне времени. Ну, как бы, тоже, чтобы упомянуть, что у нас еще было, еще у нас был фобизм. Инфессионизм название впечатлений, название придумано журналистами, фобизм тоже название придумано журналистами в качестве издевки. Слово «хова» на французском языке обозначает дикого зверя, хищника, преимущественно, типа, льва или тигра. Вот такой, по ходу, искусство уже даже не дикарей, а диких животных. Самый известный, естественно, Андрей Матис, что здесь очень важно, что делает фобизм? Он освобождает цвет. Это не цвет классической академической живописи, который должен был быть, где не было открытых цветов, ярких цветов, где все должно было быть выражено в одном томе, не сглажено, где даже природу пытались использовать. В начале 19 века, в 18 веке была целая культура любования природы, любования видов. Это могли быть там Италия, это могли быть развалины Римские, это могла быть какой-то красот природы, все ездили любоваться видов. В Италию это было главное паломничество, что там самое красивое. Любоваться надо в основном Италии. Но любоваться полагалось в самом естествующем виде полагалось любоваться видами через специальные зеркала. Были тонированные зеркала, и если ты смотришь на вид в этом тонированном зеркале или через тонированное стекло, этот вид выглядит таким же прекрасным, как на картине, где нет узких красок, где все облагорожено, где все в одиноком цветовой гармонии, потому что сам по себе вид даже очень красивый, все-таки слишком вульгарный. И вот были эти зеркала Клода, в честь Клода Лорена, французского живописца, в честь которой полагалось смотреть на вид. Потому что яркие цвета контрастные были не комильфонны, это было очень вульгарно. И дальше весь модернизм освобождает цвет. Пока элфобизм идет дальше всего, это уже не профессионализм, это просто очень тупо, очень красные, очень зеленые, очень розовые, такие чистые, абсолютно локальные цвета, которые даже не обязательно... И вторая история, это история, связанная с ортументальностью. Опять-таки, вот эти неевропейские культуры, вот здесь это явно Китай, как бы еще очень важная была Северная Африка, Алжир, Тунис, Марокко, французские колонии в то время, арабские страны, в которые художники ездят на этюды, любуются этим, другим цветом, другой культурой, другим освещением, и вот этой самой орнаментальной культурой, в которой, собственно говоря, и вот эти полотна матиса, которые включают сюда орнаменты, и строятся как орнаменты, это освобождение чистого цвета, цвета, который уже совершенно не обязательно должен быть к чему-то привязан по смыслу. Тут зеленое не потому, что трава зеленая, синее не потому, что небо синее, и красное не потому, что человек красный, это просто чистые цвета, предоставленные сами себе. И поэтому, как бы, вполне логично, в конце 50-х годов, в конце жизни, Матис занимается коллажами, да, замечательный монетый альбом «Джаз», в котором вообще не надо ничего писать, в котором можно просто брать цветную бумагу, вырезать его и делать вот такие вот замечательные штуки, в конце 50-х годов. И к элфомистам также относится Кес Ван Донген, художник нидерландский, который существовал между Францией и Германией, и выступил посредником между постимпрессионистами и немецкими экспрессионистами. В общем, он был абсолютно светским портретистом, светским человеком. И в то время, когда он рисовал эти портреты, были уже теми портретами, которые хотели заказывать и иметь у себя элегантные дамы, скажем так. Но при этом он же начинает открыть других миров, он делает первые действительно блестящие образы, насколько я понимаю, негров, темнокожих, которых тогда для себя открывает Европа, и знаменитая танцовщица Жозефин Беккер, негритянская танцовщица, которая была звездой Барижского фаре, которую он, по-моему, здесь и рисует. То есть это красота другой культуры, другой племени, другой расы, которая, собственно, тогда происходит, и поэтому у Ван Донгена, может быть, существуют первые и самые прекрасные портреты темнокожих людей в своей современной европейской культуре. И это все у нас пока что была Франция и немножко Нидерланды, поскольку Ломбор – голландец, перфандом – голландец, но, так сказать, Нидерланды, в Франции. Но потом, значит, здесь возникает альтернативное направление, как Северная Европа и Германия хотят сказать свое слово в истории искусства, и в качестве такой следующей волны авангарда возникает следующее слово после импрессионизма возникает экспрессионизм. Импрессионизм занимался тем, что передавал впечатление от мира, экспрессионизм занимается тем, что выражает внутреннюю художество, для которого объективная реальность уже не так уж важна. Импрессионизм был течением позитивистским все-таки, и экспрессионизм был течением мистическим. Экспрессионизм возникает в Северной Европе, и таким вот протоэкспрессионистом считается норвежский художник Эдвард Монка. Картину Крик – это мы все прекрасно знаем. Существует она в многих вариантах, потому что Монка писал по нескольку версии каждой своей работы, с ними там была масса истории, в том числе особо лихо украли из музея, и особо лихо находили потом, недавно совсем, когда был излучшен культовую картину. Это художник, который считается протоэкспрессионистом, художником, очень североевропейским. Художником активирующим такой мерк болезненный, депрессивный, меланхолический, то, что сейчас называется депрессией, так называлось меланхолией, поэтому скандинавский режиссер Ларс фон Трейл участвовал в продолжении этой традиционной североевропейской традиции снимания свой фильм, который называется меланхолия, достаточно коррелирующая со всей этой культурой. История детства, которое оказывается не идиллическим, а страшным, как нам Фрейд рассказал, который для экспрессионистов был очень важным художником. История болезненной сексуальности, мистики, очень странных пейзажей, таких вот северных наверсток, с белыми ночами, с совершенно другим цветом, который нигде больше не рода не существует. Эта картина называется «Вампир», например. История тоже абсолютное переосмысление сексуальности, которое происходит благодаря психоанализу, но и не только психоанализу, пульс очень «Вампир», который существует в то время. Художник с очень болезненным детством несчастным. «Вампир» на его глазах, когда он был ребенком, умерла его мать, умерла его сестра в детстве, умер его брат через несколько дней после своей свадьбы. В общем, как бы, есть от чего создать самочувственное молоколическое самоощущение. Появляются новые образцы, новые женские типы, которые одновременно вот такие вот «Вампиры», «Панеголы», которые переосмысляются традиционно христианские сюжеты. И все-таки микрофона не хватило. И как бы под влиянием ОМОНКов всех в Германии, в Северной Европе возникает вот это новое направление, которое называется «Экспрессионизм», и, как бы, возникают две, в Германии две конкурирующие группы. Первая самая ранее называется «Мост», входит, основывается ее художник Кирхлер, и он рисует вот этот самый, тоже вот создает образ современного города, но уже не идиллического, как у «Экспрессионистов», города, в котором существуют преступления, города, в котором существует ночная жизнь рискованная, города, в котором кипят страсти, в котором кипят есть порог, города, который, может быть, известно, отчасти то, что будет потом по литературе и по кино, экспрессионизм, это первое направление, которое существует не только в изобразительном искусстве, но и существует также в кинематографе, в литературе и в музыке. Если вы видели там фильмы Крица Ланга ранний, то вы можете увидеть «Кабинет доктора Каллигари», это тоже, извините, это тоже экспрессионизм, но экспрессионизм в кино, и понятно, что декорации в том же кабинете доктора Каллигари выглядят как перенесенные на экран живопись того же Кирхнера, например. Он рисует тот же цирк, у Дега, который был все-таки идиорическим, и цирк здесь, который притон, который группа «Мир», он рисует тех же почти гогеновских экзотических женщин, но они здесь варварки, это тоже открытие варварской культуры, в том числе и эстетики, потому что экспрессионисты возникают незадолго до того, как появляется экспрессионизм, в Берлине открываются первые антропологические музеи, музей, в котором представлено искусство, а то, что у нас сейчас называется Азия, Африка, Океания, и, как бы, вы знаете, что в следующий раз мы будем говорить про Пикассо, для него, например, был важен, была важна африканская скульптура, для экспрессионистов немецких была важна культура Океания, океанская скульптура, и поэтому, как бы, вот эти маскообразные лица, которые там возникают, заостренные, они сделаны, и тела, они сделаны по образцу вот этих самых неевропейских скульптур. Есть история про, с одной стороны, есть город, который превращается, либо этот Берлин, который превращается в такие каменные джунгли, сильно подозреваю, что выражение каменной джунгли примерно в ту же эпоху возникло, в начале 20-го века, с другой стороны, возникает идея о возврате к природе, убегстве из времени, именно в это время, и в том числе, и в среде нескольких экспрессионистов появляется практика нудизма, как освобождение от таков цивилизации и выхода, поиск в себе архаического человека, поиск в себе дикаря, при этом дикарь, который был русоистский дикарь, который наивен от природы непрекрасен на совершение, и есть тот дикарь, тот архаический человек, который уже подправлен психоанализом, и то, что ты можешь в себе разбудить, то, что будет аморальным, то, что будет по ту сторону добра и зла, то, что будет обладать другой сексуальностью, то, что не будет подчиняться в обществе запретам и табу, то есть как бы некое другое представление дикарей, это очень важная история, вообще сама эта идея дикости, чего-то по ту сторону культуры и цивилизации, и как бы очень парадоксальное сочетание, с одной стороны это тоже некая попытка изобразить остро современное, до как бы с другой стороны в этой современности находится архаика, то есть есть некая культура экономическая, академическая культура, с которой вводится авангард, с которой вводится современное искусство, и в эту культуру можно выйти либо через абсолютную современность, когда это после этой культуры, либо в архаику, когда это до этой культуры, или в другом месте, чем эта культура, поэтому очень важна экзотика, очень важны архаическое искусство, примитивное искусство, дикарское, как тогда говорили, и очень важны рисунки сумасшедших, рисунки людей не таких, как все, с другой пациентом психиатрических клиник, которые тогда начинают коллекционировать, изучать, и которые тогда становятся обращиканы для, вызывают интересы, эстетических художников. Еще один представитель группы МОСТ, художник Амиль Нольда, для которого так же он возвращает современное искусство, как и Монте, с экспрессионизмом современного искусства возвращаются в классические сюжеты евангельские, но совершенно по-другому представленные, возникает такой мир страшных сказок, страшного детства, страшной архаики. Нольда прожил очень странную жизнь у него, болел, и вообще такое было культивирование болезненного образа жизни, с экспрессионизмом, с художником, со всеми делами. После какой-то периода болезни он обращается в христианство, начиная рисовать христианские сюжеты, его интерес к другим культурам приводит его к тому, что он в 13-м году совершает невероятное путешествие через всю Европу и через Сибирь на транссибирском экспрессе, он проезжает всю Россию и дальше доезжает до Японии. Представляете, что такое было это путешествие в 13-м году без самолетов, а сейчас мало представителей. И в какой-то момент всех, как по большинству экспрессионистов объявили, как известно, нацисты, незаконные объявили с генеративным искусством. Нольда любил Геббельс, по-моему, и защищал его. Нольда в какой-то момент вступает в фашистскую партию, но в национально-социалистическую партию ничего из этого не получается, он достаточно быстро в этом разочаровывается, потому что для него был очень важен некий поиск, почвы духа места. Энпрессионизм не был французским искусством. Энпрессионизм было очень важно, что он очень немецкое искусство, для него была очень важна национальная традиция немецкого, когда в противоположность общеевропейскому, важному для всей этого итальянскому ренессансу сперва и начинают. Был еще северный ренессанс, был Дюром, был Гонгольд. То есть переписываются традиции, находятся новые, значимые художники. Это традиция, именно северная традиция, это нордическое искусство, которое противостоит классическому непосредственному средиземноморскому циентрическому классике. Тоже грубый мост, менее интересный художник, чем мой Деккер. И, как бы, близко к профессионистам появление женщин-художниц, тоже один из феноменов 20-го века, который существует на равных вот такая, очень рано, не входившая ни в одно из объединений, но создавшая такую, тоже очень интересную свою версию экспрессионизма с такими автопортретами, тоже с популярной темой негритянской культуры, с очень, как бы, архаической культурой, с очень странными представлениями о детстве, таких как детей и женщин, такими, младыми детьми, напоминающими купол, картинами, напоминающими примитивизм, напоминающими наивное искусство, тоже как очень необычный, малоизвестный по цифровому художнику. И, как бы, альтернативно мосту группа экспрессионистов немецких «Синий всадник», если мост был все-таки искусством таким, достаточно мрачным, вот такой мрачной, черной версией экспрессионизма, «Синий всадник» был версией более идиллической. Художники моста искали новую витальность, новую в мире дикарей и варваров, а в «Синий всадник» это мир животных, который оказывается новым раем, новой идеей. Франц Мак – один из очень редких в истории модернизма художников-анималистов, который рисовал вот этих зверей, совершенно восхитительный, мир, как бы, и джунглей, мир очень условный, собственно, вот этих самых синих лошадей, которые дали название, какой-то некой грации, гармонии, тоже за пределами, тоже некому за пределами культуры, но даже и за пределами человеческого. И, как бы, что еще важно в «Синий всадник»? И «Синий всадник» – это то, как бы, это, как бы, было поздравление, в котором экспрессия пришла, как бы, изобразительно. Искусство дошло до очень важной черты, когда фигуративность дошла до черты абстракции. Одним из основателей «Синий всадник» был Кандинский. Кандинский, которого мы считаем русским художником, который, на самом деле, в Германии провел гораздо большее время, проработан гораздо большее время, чем в России. Он, как бы, скорее, с экспрессионизмом и потом с Балхаузом он был связан гораздо теснее, чем с русским авангардом. И, собственно говоря, Кандинский – это первый художник, который, как известно, вот именно Кандинский взял первую абстрактную работу в историю европейского, если не считать там орнаментов. И то, что происходит в «Синий всаднике», то, что происходит у самого Кандинского – это, собственно говоря, тот момент, когда художник настолько погружен в выражение своего внутреннего мира, внутренних ощущений, что в какой-то момент ему не нужно, вообще не перестает быть нужна фигуративная. И экспрессионисты первыми выходят в абстракцию. Хотя в нее с тем же успехом могли бы выйти и кубисты, но об этом мы поговорим на следующей экции. Кандинский, как и ни один из авангардистов, не рождается авангардистом, все они проходят через разные периоды. У него, в частности, был период такого стиля модерн, наверное, и очень декоративного. И, понимаете, что там из декоративного… Декоративность, орнаментальность – это тоже один из путей в абстракцию. И когда вы видите там выставку Кандинского целиком, видно, как постепенно распадается картина, и как эта абстракция как бы сама собой возникает из элементов картины, которая вот только что еще была на что-то похожее, еще была фигуративной. И у него, действительно, когда видишь у него перспективы, там последние очертания, которые остаются в уже вполне абстрактных композициях – это очертания лошадей и всадников. Вот эти самые, все невсадники. Ну, абстрактного Кандинского я вам сегодня показывать особо не буду, у нас еще будет возможность о нем поговорить, когда мы между вами говорим об абстрактном искусстве. И еще один из представителей группы «Сеневсадников» – Август Маке. И у всех этих, кроме Кандинского, и у Франца Марка и Август Маке, у самых, может быть, светлых художников немецкого экстрасоведа были очень несчастные трагические судьбы. Оба они погибли совсем юными на Первой мировой войне, которая началась. Она положила конец группе «Сеневсадников», которая состояла гибелью главных участников, кроме Кандинского, и положила конец этой возможности профессионизма достаточно идиллического, светлого, с выходом в абстракцию, с выходом в духовность. Еще один из участников «Сеневсадников», там было два русских художника, помимо Кандинского, это «Сеневсадников». И портреты немножко похожие на то, что делал Кандинский Сеневсадников. Будет быть, одна из лучших его картин, нарисована на ней не женщина, нарисована на ней трансвестиция, просто, как бы, не говоря, был партнером и лет. Это самая необычная работа. Своя версия экспрессионизма была еще, Лепонина Германия была в Австрии. Это тоже «Скар Кокошко». Писатель, художник, учившийся у Клинта и поступавший в Австрийскую академию художеств, или потом там поступал, в один год с Гитлером. Гитлера не приняли. «Скар Кокошко» приняли. Так, это я, капитан Мату, извините. Вот такой вот странный, тоже гротескный, «Сказочный мир». Он, в отличие от немецких восприятий, я не скажу долго и счастлива, и даже до 1980 года занимался графикой. Вот. И, как бы, чтобы еще, как бы, у меня нет, к сожалению, возможности прочесть отдельную лекцию про символизм и про модернизм, а про стиль модерн в живописи, но я не откажусь от удовольствия показать вам лишний раз картину как бы стала Климта. И, как бы, я думаю, что вы их знаете, всегда приятно пересмотреть лишний раз. Тоже много всего интересного происходит. Вот это очень интересно и ретроспективно сравнить с тем, что мы сейчас только что смотрели Кандинского, и как мы смотрели Матисса, да, как орнаментальность, доведенная до предела. Для Климта тоже очень важно, кстати, японское искусство и китайское искусство. Вот эта орнаментальность, которой нет в европейской культуре, но есть в культурах азиатских. Вот через это тоже он выходит практически в абстракцию. Во всяком случае, есть почти неразличимое, где у него портреты и пейзажи выстроены абсолютно одинаково, потому что этот орнамент может быть платьем, может быть изображением листвы, но так или иначе, это некое искусство, в котором фигуративность доходит до предела, за которым наступает уже либо орнамент, либо чистый декоративизм, либо абстракция. И Климт на свой лад тоже приводит к абстракции. И, конечно, сам из меня выдающийся представителем австрийского эспансионизма Егор Шиле, очень рано умерший художник, у нас 28 лет, в австрийском музее, где была его выставка, они придумали совершенно замечательный слоган, там Джеймс Дин австрийского экскурсионизма, потому что история про рано умершего молодого гения всегда привлекательна, это был очень забавный слоган, художник, рисовавший автопортреты, придумавший абсолютно другое восприятие тела, никто никогда до него, мало кто не рисовал тело. Тело очень некрасивое с точки зрения классических норм, очень угловатое, тело как бы пребывание, в котором мучительно, может быть. У Шиле была известная методология, где он занимался этюдами, понятно, что перед зеркалом, потому что в основном это портреты. Тело, в котором всегда кости видно, там всегда виден скелет, а не плоть, и он изучал пластику марионеток и движения больных в психиатрических клиниках, судорожных. И вот через это, он рисует, он, наверное, первый художник, который рисует тело, не как мы видим тело, а каково в нем пребывать. для него тело – это не объект, а субъект. Он рисует опыт пребывания в собственном теле, и когда он рисует этих самых молодых женщин, девочек, он тоже как бы пытается понять, он не любуется ими, а как бы пытается понять, каково ими быть, что такое, дано мне тело, что мне делать с ним, да? Как я вам сказала, умер он 28 лет, пережив на три месяца свою жену молодую. Умерли они оба во время эпидемии испанки, страшной эпидемии гриппа, которая в то время выпустила пол-Европы. И из таких тоже близких художников, хочется назвать, наверное, Каэма Суцина, художника, родом из Российской империи, потому что сейчас это не Россия, сейчас это как бы из Литвы, из Гетто, которым он с детства пытался рисовать, но его страшно за это было огромная бедная семья, второй ребенок из Айтенцати. На то, что он рисовал, его наказывали, потому что в иудейской культуре запрещено изображение людей. Когда он написал портрет, еще подростком написал чей-то портрет, сын этого человека пришел и побил его за этот портрет, потому что ему это не понравилось. Но тем не менее художник каким-то удивительным образом мог сначала из этого своего хутора приехать, перебраться в город Вильнюс, поступить там к ретушеру, фотографу, выучиться у него, перебраться в Париж, оказаться в самом кругу Парижской школы. Он был ближайшим другом Модельяни, с которым они вместе напивались. И когда Модельяни умер, Сутин перестал пить, но ненадолго. При этом, такой вообще образ абсолютно несчастного художника, который каким-то страшным образом даже в нищете, который нашел себе очень поздно, которого ненавидели все соседи, потому что он рисовал эти туши, а он рисовал с натурой, он переносился скотобоин, это был. Всегда страшная гоня мужа. На него все жаловались. Когда он находит себе, в конце 20-х он находит неожиданно, маршана, который начинает покупать его работу. Он как-то вылезает из нищеты, но этот маршан американец. В Америке случается великая депрессия, он опять оказывается ни с чем. Он живет в Париже, но в Париж приходят немцы, и он погибает. Он в военное время живет чуть ли не на улице, он умирает от язвы, собственно говоря, и становится знаменитым, конечно, только после смерти, но для экспрессиониста это показательная жизнь. Это тоже очень важный момент. В истории в наших представлениях об искусстве есть несколько периодов. Один период, в который художник должен быть счастливым и натворен, и другой период, в который художник должен быть несчастным и трагическим. Инпрессионисты, в общем, принадлежали к породе счастливых художников. Последний. Дальше начинается Ван Гог. Это первый программно-несчастный художник. И дальше, очень долгое время, годов до 60-х, художники будут программно-несчастными. Но по мере рассказывают экспрессионисты, все были программно-несчастными. Либо они там пили и качали женственным листом, либо вот самые счастливые из них, самые эзерические из них, погибли юношами, совсем молодыми на Первой мировой войне. В общем, этот злой рок, который обязывает художника быть несчастным, закончится, наверное, к 60-м годам. Но об этом я думаю, что мы поговорим на следующих лекциях. Спасибо. Спасибо. Спасибо.